интересно ли вам что такое карма народ конечно тогда расскажем так показываю вам то что вам скорее всего что никто никогда не показывал и не в здешних стенах без плагиата никто не покажет так вот есть как говорил мишка балу вот бежит олень есть тело человека окруженной энергетической оболочкой которая со скоростью c как волна распространяется космическом пространстве по некому пути который называется дорога жизни за собой эта конфигурация оставляет следы как инверсионный след за самолетом это тело памяти то что остается за каждым человеком то с чего мы начинаем знакомство с любым человеком мы исследуем его тело памяти для начала три минуты максимум можно посмотреть 70 лет жизни вот со всеми приключениями что у человека было вот это то что называется душа у верующих она вот такая она длинная веретенообразная где существует так называемая линии тело линейного времени душа как червячок распространяется по поверхности сфероида то есть это тело тонкой мерности следующего плана сфероид у верующих называется дух а вот поверхность этого сфероида она имеет рытвины и ухабы всякие разные на своем протяжении и вот диаметр этого тела линейного тела времени в любом временном временной точке в любой хрональной точке показывает запас жизненных сил человека в этой в этом времени соответственно мы можем сняв внешние обводы виде вот такой линии жизни как мы это делаем посмотреть приключения которые были у человека в определенный момент его времени ну то есть когда зарождались у него управляющие стрессы кто на него оказывал воздействие как какие родители какие события по датам то есть как он проходил этот срок своей жизни так вот вот этими телами мы начинаем работать это мы работаем то есть мы это все все эти тела мы меряем характеристики их они измеряем и мы метрологи в данном случае очень тонко это все дело меряем так вот вот эти рыдки 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 и ухабы они имеют определяющие воздействие на жизнь каждого человека у каждого человека вот этот дух собственный и вертикальным лепестком мозговой активности человек считывает вот эти рыдки и ухабы превращает их события личной жизни если вы вспомните были проигрыватели на которых по пластинке вращающейся скользила игла и за счет колебаний считывала информацию о звукозаписи а потом усилитель превращал эти колебания в в звуки так вот человек мозгом своим вертикальным лепестком считывает вот эти рыдки и ухабы и и человек как усилитель энергетически превращает вот эти рыдки и ухабы в события своей личной жизни вот эти рыдки и ухабы это то что называется у людей либо карма либо судьба ну либо то что на роду написано мы считываем да мы считываем у каждого человека существует своя запись у каждого человека существует своя задача воплощение духа и не учитывать этого оказывается сейчас уже практически невозможно потому что как только человек начинает подчиняться законом только социума но не своей духовной природы а у духа у духов своя природа существует так человек сразу же знакомая вам картиночка да так человек сразу перестает выполнять условия сначала успешности своей по жизни потому что он перестает считывать своим вертикальным лепестком свой индивидуальный путь а там для него непонятная ситуация возникает куда он направляет своим мозгом когда подменяет систему ценностей воспринимает ее другую а во вторых когда его лобная доля лобная доля мозга отсматривает не его геном матрицу здоровья момент зачатия а отсматривает чужой геном то у человека портится состояние здоровья его поэтому человек становится и неуспешным и нездоровым он не идет по пути воплощение своего духа так вот когда я вам говорил о хозяине вашем невидимом который вам поддает сначала на блюдечке золотой каемочкой все я имел ввиду вот этот самый дух сразу же наша тоже любимая в тематике в религия темка заповедь чти отца и матерь твоих чти отца и матерь твоих какое написание правильно загадка для одаренных школьников добрый смех в чем разница отца с большой буквы и матери с большой буквы отца и матери с маленькой буквы правильный ответ не трудитесь пишется сейчас с 1956 года с маленькой буквы до 56 читалось с большого писалось большой чти дух свой отца своего и матери материю свою душу свою природу свою было до 56 года с 56 чти папу и маму свои генетических опаньки ну-ка так у нас со здоровьем нации ситуация ребят вот такие маленькие хохмачки которые позволяют знать и канон веры и показывать вам в чем состоит задача жизни человека ну ка смысл жизни в чем философский вопрос кто знает